друзья всем привет на связи стройкомплект сегодня мы вам расскажем как управлять этим телескопическим погрузчиком lgmg h735 для начала пройдемся по его техническим характеристикам и наполнению под вот таким большим капотом у нас находится дизельный двигатель кубота обратите внимание на широкое пространство для быстрого и удобного сервисного обслуживания следом идет гидравлический насос который передает поток гидравлики на гидромоторы то есть здесь гидростатическая трансмиссия закрываем грузоподъемность машина составляет три с половиной тонны а высота подъема 7 метров каретка типа маниту подходит любое навесное оборудование от этого французского бренда мосты карара вот такая прочная рама из толстого металла обратите внимание на качественно сваренные швы очень прочные у нас места соединения колес трансмиссии есть дополнительная гидролиния для подключения активного навесного оборудования например силоса захвата обратной стороны машины у нас установлена задняя часть металлоконструкции топливный бак низкая точка крепления стрелы которая позволяет оператору видеть абсолютно все и все четыре колеса из кабины из-за аксиально-поршневого гидравлического насоса производительностью 90 литров в минуту сфера применения этой модели очень обширна начиная от сельскохозяйственных компаний крестьянской фермерской хозяйств заканчивая строительными площадками и логистическими комплексами ну а теперь мы с вами приступаем к кабинету оператора и расскажем как управлять этой машиной встречает нас вот такое кресло удобное есть ремень безопасности здесь находится ручный тормоз само кресло регулируется как по вылету также наклоняется спинка плюс ко всему у нас есть регулировка по весу оператора и наклон передней части подушки заднее окошко открывается есть большой шикарный обзор во все стороны закроем дверь спереди установлено рулевое колесо удобной формы яркого цвета справа управление светом и омывателями слева управление переключением передач 1 и 2 здесь двухступенчатая гидростатическая трансмиссия правее многофункциональный джойстик про него чуть позже есть кнопка аварийной остановки двигателя для безопасности здесь же у нас слева панель управления климатической системой на машине в базовой комплектации установлен кондиционер а чуть ниже мы видим кнопки управления рабочим освещением передние это у нас ближний свет транспортный омыватели габариты ну то есть ходовые огни и управление боковым значит дворником а ниже управление задним дворником на заднем стекле большое количество дефлекторов воздуха во все стороны для того чтобы оператору было комфортно и зимой и летом сверху есть две шторки для защиты от солнца это у нас нижняя и также есть верхняя плюс есть лампочка освещения и удобные крючки для того чтобы вешать одежду запуск мотора происходит вот таких вот фирменных оригинальных ключей запускаем мотор отлично запустили мотор спереди у нас находится большая информативная панель приборов сенсорная есть также дублирование с помощью кнопок для максимальной индикации всех положения машины есть угол наклона стрелы есть высота подъема стрелы есть у нас длина то есть вы ее от платформы машины различные показатели оборотов скорости топлива наработки часов трансмиссия и прочих датчиков двигателя плюс еще есть положение разных видов управления к ним сейчас вернемся на машине установлено три вида рулевого управления такое как только передние колеса установлено в данный момент нужно но для транспортировки управляются и поворачивают только передние колеса таким образом машина ведет себя стабильно на высокой скорости на транспортной скорости второе же управление это след в след когда или колея в колею когда передние колеса поворачивают а задние ровно повторяют их по своей траектории таким образом мы увеличиваем маневренность машины обычно работают на таком режиме и третий режим это крабовый ход колеса одновременно поворачивают в одну и ту же сторону таким образом машина двигается наискосок боков следующий переключатель это управление рабочими режимами их здесь три первые для работы с тяжелыми весами то есть стрела себя ведет достаточно медленно плавно и аккуратно второй режим это быстрый стрела ведет себя быстрее а следующий это супер быстро и когда нужна максимальная производительность и скорость каждый из этих режимов можно программно настроить по своей работе по скорости по плавности то есть машина очень кастомизируется под желание любого и каждого оператора управление самим рабочим оборудованием происходит с помощью вот такого эргономичного джойстика есть система безопасности спустя условно 5 секунд бездействия гидравлика блокируется остается только ход для того чтобы разблокировать ее нам нужно на полторы секунды зажать красную кнопку под большим правом пальцем происходит звуковой сигнал и мы можем уже работать стрелой для подъема телескопической стрелы мы джойстик передвигаем на себя для того чтобы стрелу опустить мы джойстик толкаем вперед чтобы наклонить вилы вперед или открыть ковш когда у нас будет навяжен ковш мы джойстик поворачиваем вправо чтобы закрыть ковш или поднять вилы мы джойстик наклоняем влево выдвижение телескопической стрелы у нас происходит вот этим слайдером ближним к большому пальцу крутим вверх стрела выдвигается также мы одновременно можем совмещать до четырех операций потому что вот здесь установлен аксиально-поршневой насос производительностью 90 литров бренда danfoss этого же бренда здесь установлен и гидромотор хода следующий слайдер отвечает за дополнительную гидролинию когда мы подключаем какое-нибудь навесное оборудование с дополнительным гидроцилиндром и управлением например сенозахват или гидравлическую щетку управление ходом движения у нас происходит а вот видите сейчас трансмиссия заблокировалась после бездействия нескольких секунд мы опять активируем происходит звуковой сигнал и чтобы убрать стрелу мы слайдер двигаем вниз стрела закрывается обратите внимание как мягко то есть здесь есть демпфер складывание гидроцилиндров для того чтобы двигаться вперед мы нажимаем клавишу fnr движение вперед назад она здесь прям показ под указательным пальцем очень удобно вперед нажимая немного газа машина начинает двигаться вперед особенностью гидростатической трансмиссии является то что машина может двигаться очень очень маленькое расстояние очень аккуратно то есть чем больше мы нажимаем на газ тем быстрее она двигается мы можем нажимать настолько мало чтобы машина двигалась совсем чуть-чуть это нужно для каких-то работ которые требуют высокой аккуратности двигаемся назад то есть реверс вперед двигаемся вперед переключили на нейтраль переключили назад поехали назад сейчас мы двигаемся на рабочей скорости на 1 если переключим можем приключить на вторую двигаться быстрее тормозим нажимаем движение вперед нажимаем на газ и едем вперед сейчас поднимем стрелу максимально вверх активируется при помощи кнопки одновременно поднимаем стрелу и выдвигаем телескопическую стрелу даже на максимальном вылете стрелы мы можем полностью контролировать каретку благодаря вот такому широкому обзору плюс для безопасности оператора есть мощная защита из железа которая одновременно защищает от падающих предметов но при этом позволяет полностью наблюдать за грузом который у нас лежит в ковше или виллах закрывая телескоп опускаем стрелу для удобства и безопасности работы здесь есть датчики перегруза главный индикатор его находится вот здесь прямо на уровне глаз оператора в данном случае у нас показывает полностью безопасную работу то есть у нас не находится никакого веса на виллах в случае когда вес превысит допустимые параметры у нас здесь загорится красная лампочка гидравлика заблокируется на выдвижение и остановится у нас будет доступно только ее сложить например либо опустить стрелу либо сложить телескоп чуть выше находится механический датчик наклона телескопического погрузчика то есть по нему можем посмотреть за уровнем нахождения относительно поверхность вот такого телескопический погрузчик бренда lg ng модель h735 грузоподъемностью три с половиной тонны высотой подъема 7 метров понравился обзор подписывайтесь ставьте лайки пишите свои вопросы задавайте их в комментариях всем спасибо за просмотр до новых встреч наши клиенты уверены в бесперебойной работе своей техники в любых климатических условиях от юга до крайнего севера так как все машины проходят полную проверку перед продажей в нашей команде более 330 специалистов по ремонту более 110 выездных автомобилей 30 сервисных станций от москвы до сахалина со складами запасных частей общим объемом более 1 миллиарда рублей стройкомплект ваш надежный партнер в сфере спецтехники с 1991 года